Российский публицист Александр Невзоров заявил, что преступления российского режима на Донбассе зафиксированы благодаря самим боевикам, которые фотографировали себя на фоне трупов украинских солдат. Об этом он сообщил в интервью радио «Эхо Москвы». Цитата. «Теперь каждый идиот имеет возможность запечатлеть себя на фоне расстрелянных украинских солдат со спущенными штанами, отрезанными лицами. Этим занимались довольно долгое время донбассские так называемые добровольцы, то есть те подонки, которые хлынули из России в Донбасс и которые там совершали чудовищные преступления», подчеркнул Невзоров. «Он отметил, что благодаря интернету свидетельства преступлений боевиков теперь уже никуда не денутся. И социальные сети, и интернет, и мировая пресса полны этих свидетельств, поэтому теперь отмазаться от всего этого, что на Донбассе ухитрились учинить сторонники русской идеи, будет практически невозможно», добавил публицист. Короткая память у благородного и отважного российского публициста. Короткая и очень избирательная. 1995 год. Первая Чеченская война. Развязанная не кровавым чекистским режимом, а самым, что ни на есть, демократическим, реформаторским, ельцинским. Один из его столпов, хозяин первого телевизионного канала, Борис Березовский, нанимает очень талантливого и беспредельно циничного тележурналиста вести программу, прославляющую и романтизирующую колониальную войну. Тот горячо с творческой изюминкой берется за дела. Он решает показать российской молодежи героев войны, задать ей образцы державно-патриотического поведения. В одной из первых передач берет пространное комплементарное интервью у двуногого с позывным «Гюрза». Я запомнил эту кличку. Воин-конституционист Гюрза пришел с гирляндой отрезанных им у чечей ушей. Собеседники весело гоготали по поводу этих ушей и обстоятельств пополнения их коллекции. Да, у какого же настоящего бойца нет в кармане вяленого чеченского уха, говорили они тогда. Этот сюжет был и остается абсолютным дном государственной пропаганды на все времена. Гитлеровские и сталинистские режимы совершали и большие преступления, но они не хвастались ими в своих официальных СМИ. Те подонки, которые, как совершенно справедливо было замечено публицистам, хлынули из России в Донбасс и совершали там чудовищные преступления, оставляют свои свидетельства в социальных сетях и интернете. Но не на государственном телевидении. Киселев и Соловьев пока еще стесняются. Депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака, который поднял с земли украинский флаг, пытали и вспороли ему живот в штабе военных преступников Безлера и Гиркина в Славянске. Но это не демонстрировалось в прямом эфире передачи Попова и Скобеевой. По-разному сложились судьбы трех телегероев 95-го. Березовский оказался повешенным. Про Герзу ничего не знаю, но почему-то мне кажется, что его давно нет в живых. Гламурных зомби гневно предупреждает в эфире Эхо Москвы новое поколение преступников-садистов, что отмыться от чудовищных злодеяний на Донбассе им не удастся. Андрей Пионтковский Реально, короткая, но очень меткая статья. Пожалуй, одна из лучших, что я читал за последнее время. Действительно, на самом деле, почему-то Александр Невзоров решил, что имеет право сейчас обличать военных преступников на Донбассе, сам никогда не ответивший за свои собственные преступления.